Что для вас сложный герой? Для некоторых это Зерри, Катарина, Трэш или Ису, а для некоторых и Гарен сложнейший герой. Но Риты решили сделать уж сложного герой для комьюнити, а.к. инвокера для Лидли Лиденд. Хвей новый уж сложный герой по мнению Riot Games, но такой же он интересный и сложный, как завещали Riot Games при его выпуске. С вами Тоби Шо и посмотрим же на картину нового чемпиона и инвокер Леон. Не забывайте нажимать на подписку и ставить лайки, а мы начинаем. Ещё один хикан, который псевдо сильный по лору, но такая душка на полях правосудия. И первое, что бросается в глаза, это его внешность. Для меня маг, который знает много заклинаний, это Велин, Медив, Котёл, Инвокер, Рай, Сайлос. По типам даже внешне понятно, что с Мадлией они на ты, и им похуй на внешку. А каждую ошибку можно считать и в их образах, и есть вот этот нефор, который как маг с огромным количеством заклинаний вообще не ассоциируется. С художником? Возможно. И мне откровенно грустно, по причине, что у ритосов была будто одна попытка сделать мага с комбинациями, и они въебали её на чело с подведёнными глазами. Ты не Бэтмен, блять, угомонись нахуй! И вот этот резонанс, который по факту может существовать, может понравиться многим. Но лично я бы играл носку в чемпионах, которые визуально, эмоционально сложные, которых порой не просто понять, а не вот этот вот шаблон на шаблон, который позиционирует себя как художник. Но это вообще никак не отображается в его слилах, которых на секундочку 9 штук, без учёта ультимейта. И тут самый главный трабл, самого гейм-дизайна чемпиона. Для понимания разберём быстро его слилы. И звучит как интересный персонаж, который и вправду может адаптироваться под ситуацию, и выходить из неё победителем. Но как бы не так. На самом деле чемпион банален. На уровне Зерата или Лиссандры, где по факту чемпион скелет совлейт. И по итогу превращается в фулл рейндж стеклянную пушку с отсилой тремя комбинациями прокаста. И тут мы ещё накладываем, что это мать его инвокер. Отчего диву даёшься от абсурдности ситуации, даже в банальном сравнении? Способности, которые наносят урон. Это Митилор, Санстрайк, МП против красочного фаербола, луча и разлома. Исклейп, Инвиз против щита и ускорения. Контроль колба, Морозная стена, Торнадо и Бласта против Фира, Ока и Стяшли. Модификация атаки, Алакрити против шариков. Пуш, Форжи против опять же разлома. Художник пустышка, где даже масштабные способности выглядят банально, хотя в лоре их описывали как то, что может погубить мир. А эффективность способности Сюр, которые нацелены только наносить урон. Однако чемпион не имеет тех опций в визуализации способностей, как мне казалось, будет приоритетным в разработке мага-художника. И что я хочу донести, что это не уникальный чемпион, который адаптируется как инвокер под ситуацию, которому приходится подходить в упор, будучи магом для реализации своих некоторых способностей. Все же это обычный чел, которому удобно спамить кнопками на ренже, не подвергая себя никакой опасности. Но давайте представим, что мы задрочили хвея в начале игры. Становится он бесполезным? Нет. И еще раз нет. Сложность чемпиона мы видим только на бумаге. А на деле, когда у тебя КД 5 секунд на луч, который наносит тонны урона, не подставляясь, но будто ты в пиве, играя против него. Даже у инвокера подобные скиллы КД 625 секунд. Да, условно это через всю карту и ноускопом, но сама сложность применения ставит тебя в неудобную ситуацию, даже против таргет-кнопок. А с учетом ограничения всего двух кнопок на интерфейсе, одной в уме, где каждый скилл имеет свое КД, а за лучка комбинации заставляет тебя задрачивать каждую комбу до идеала, то не требуется хвею. Достаточно 5-7 игр, чтобы знать, как срать и куда ж мать. А маленькая КД, которая равна размеру моего члена, нивелирует опасность против врагов. И вот если каждый под скилл имел бы свое уникальное КД, при этом сам скилл еще КДшился, тогда этого героя можно было бы назвать сложным и поставить его на уровень инвокера. А так, для меня все очевидно. Но хорошо, для чего Лидли нужен этот персонаж? А чтобы поднять глупый и ненужный хайп. Вокруг скилл зависимого чемпиона, который таким не является. Тупо, но эффективно. А люди уже сами понесут говно по трубам. Растядливые и так уже вышедшую из-под контроля шутку. И для меня Хвей чемпион, который не оправдал свои ожидания. Скилл не дают простор для фантазии, с учетом художественного стиля. А его надуманная сложность может оттолкнуть новичков. Ему даже не нужны условия для скиллозависимости, как это сделано для Самиры, Леониви, Райза и для других подобных чемпионов. Для меня Хвей это чемпион, к которому я испытываю отвращение из-за своей прямолинейности, которая не должна быть таковой. Если вы не согласны, комментарии всегда открыты. А с вами был Тоби Шой, человек, который въебал мид на художники. Пока! Субтитры подогнал «Симон»